Поехали! Продолжаем разговор. Мы переходим к вопросам и ответам, которые, напоминаю, в чате Народного славянского радио появились с lavradio.org и на канале ютуба youtube.com.slavradio. Первый вопрос пришел в 19 часов 49 минут от Кристины Прокоповой. Доброго здравия Алексея и Марине! Уже сломала голову, пытаясь построить правильный рацион питания. Можете подсказать, что готовить, чтобы было полезно для всех домочадцев? Как составить правильный и сбалансированный рацион? Сколько раз в день необходимо кушать? И на чем можно набирать с пользой вес, если я не ем мясо? Полезно было для всех домочадцев. Мы не питаемся так, как хотим. И борщи, и манты, и пельмени. Но обязательно в рационе, конечно, салаты. Но вы можете кушать вот все, что угодно. Но вот то, что я сегодня озвучила, просто на вашем столе при каждом приеме должна быть, ну не каждом, но хотя бы раз в день. На столе горчица, аджика, соевый соус, имбирь и мед. Вот тогда вы дадите питание всем органам и системам. А остальное все просто при любом приеме пищи, вот по чуть-чуть вот этих специй и приправ кушать. Вот тогда с пользой и будет для всех домочадцев. А так сильно полезно для всех. Ну что вы кушаете, что все любят. Главное же любить надо. Любить. Вот кто-то любит борщ, кто-то пельмени. Ну и кушайте пельмени на здоровье, если вы их любите. А сколько раз в день кушать? Ну кушать, опять же, это вопрос из разума. Вот как организм захотел покушать? Вот вам прям сосет, кушать хочу. Ну пожалуйста, ну покушайте. А на чем вес набирать, если вы не едите мясо? Вес набирается в основном через либо булочные изделия, скорее всего. Это каши, это тесто из теста, это пельмени, это беляши, это пирожки. Ну если не с мясом, то с картошкой могут, с капустой, сладкие какие-то, если вам нужно набрать вес. Ну вообще, у кого не хватает веса, за вес отвечает нижняя чакра. Это первая, отвечающая из амоги. Это связь с землей. Чем человек толще, больше весит, тем у него крепче связь с землей. Чем человек легче, тем он больше в духовности, скажем так. Он легче, он как шарик, извините, наверх. А чем толще, то к земле. Как-то мы встречались с Алексеем Ивановичем Воевудой, многократным чемпионом Олимпийских игр, ну и других тоже. Призов, кто знаком, я понимаю, о ком я веду речь. Это здоровый такой дяденька, достаточно еще молодой, активный. Ну чемпион, понятно, он побеждает всех. У него такие руки, которые, в общем-то, не у всех ноги такие есть по толщине. То есть вот он здоровый, крепкий мужчина, прыгает с места так, что некоторые с разбега не прыгнут, подтягивается там омрестлинг и прочее. Ну и разгоняет боб с четверкой так, что только ветер свистит за ушами. Так вот, он полностью отказался в свое время от мяса и после этого стал чемпионом. Вот посмотрите просто на него и какой у него вес. У него вес как раз про то, что пишет Кристина. В достатке, то есть не жир, а именно полезный вес. Поэтому я думаю, в данном случае здесь можно применять диету чемпиона Алексея Ивановича Воеводы. И он употребляет очень много зелени, он очень много тренируется. И вот здесь как раз каши по утрам идут. Если вы еще не вегетарианец, но при этом употребляете пищу немножечко подваренную или запаренную, то это каши тогда обязательно с утра должны быть. И обязательно физические нагрузки, в том числе и силовые. Не только на гибкость, не только на ловкость и на скорость, но еще и силовые. Вот когда вы будете совмещать все это вместе, то тогда у вас будет тот самый нормализованный, очень хороший вес. И все у вас будет хорошо. То есть зелень, каши, которые вот вместе будут совмещаться, будет все хорошо и замечательно. То есть поинтересуйтесь, чем питается Алексей Воеводов. Далее идем. Кристина Прокопова, реплика в эфир. Дорогие ведущие, муж старается отказаться от мяса. На первой неделе чувствовал прилив сил. После появилась апатия, сильно стал сбрасывать вес. Вопрос таков, как правильно отказаться от мяса, какими продуктами заменить, чтобы не чувствовать энергетического упадка. Заранее благодарю за ответ. Что можем Кристине порекомендовать? Я не знаю вообще, надо ли отказываться от мяса. Но если человек уже для себя решил, что это ему не нужно. Но тогда любое мясо, ну это энергия огня. Значит, если вы это исключаете из своего рациона, то тогда можно что добавить? Опять же, красного цвета все овощи и фрукты. Это гранат, это красные яблоки, это, например, сок вишневый, это та же горчица. Что это еще может быть? Красного цвета овощи и фрукты в основном. Тоже красное вино. Он и апатия, потому что именно мясо – это энергия огня, это радость. Понимаете, вот радость. Вот попробуйте заменить теми же гранатами. 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 Молитва, кстати, подходит сюда. Молитва. Если можно этим заменить, крестик повешать на шею – это тоже энергия огня. Ну, вот я бы советовал хотя бы начать с гранатами. И красные яблоки, вишня, черешня, все красное. Например, одеть даже те же красные цветы в одежде. Это маечки, например, можно носки. Что-то красного добавить в свою жизнь. Поэтому он чувствует апатию, потому что мясо несет энергия огня, и радость. Да, согласен, что когда апатия, необходимо и другие рецепторы возбуждать, кроме как вкусовых и кроме как желудочно. Поэтому здесь необходимо добавить красный как раз, оранжевый, красный, яркие такие цвета и в одежду, и в окружении свое. Да и вообще думать позитивно. Думать позитивно, хорошо о жизни, о людях, и все наладится. А сбрасывать, резко переходить от одного вида питания на другой я бы никому не рекомендовал. Потому что внутри вас живет очень много живых организмов, которые питаются тем же, что и вы. Они перерабатывают те продукты, которые вам необходимо получить. Поэтому если вы резко вдруг бросили употреблять мясо, а у вас до этого был, например, стаж 20-30 лет мясоедства, то в этом случае представьте себе те живые организмы, которые помогали вам мясо перерабатывать, как они себя будут чувствовать. А другие еще у вас не завелись. Ну и что? Вы употребляете ту же самую зелень, вы употребляете в большем количестве овощей. А бактерий в большом количестве еще не хватает, которые бы только овощи и зелень перерабатывали. Поэтому добавляйте больше зелени, переходите на какой-то один вид мяса, если вы хотите от него избавиться. Например, сначала избавьтесь от крупного рогатого скота, от свинюшек избавьтесь. Переходите на баранину, переходите на курятину, индейку. Потом убирайте баранину, убирайте индейку, оставляйте курятину рыбу. Потом убирайте курятину, у вас останется рыба. Когда вам это все надоест, и потихонечку, в течение года вы это будете делать, или нескольких месяцев, то у вас тогда и флорофауна внутри подготовится, и вы не будете уже чувствовать апатию. Когда вы сразу отказываетесь, тут у вас слом идет и по энергетике, и по внутреннему состоянию, и по тем ферментам, которые не выделяются, и привычка вкуса другая, и так далее, и тому подобное. И еще, Кристина, если уж ты мужчину свою хочешь вложить в этом смысле, то ему надо тогда вегетарианский рацион увеличить и разнообразить. Вот посмотрите, как в Индии питаются. Там как раз очень много огненной пищи добавлено. Разнообразьте эту огненную пищу, увеличьте количество блюд, чтобы они были вкусными, чтобы они были радостными. Ярких красок туда добавьте, и красный, чтобы там была перец какой-нибудь, аджику, вот это все добавляйте. Тогда вы сможете перевести, помочь мужчине в апатию не впадать, у него будет много энергии, и все будет хорошо, замечательно. Но не резко, не надо резко отказываться. Это удар по всем, по всем направлениям в организме. Антон Никифоров. Вопрос в эфир. И сказано, напрашивается вывод, что различные органы работают в разное время. Как это понимать? Сердце после часа и до 11 отдыхает? Хороший вопрос. Нет, оно никогда у нас не отдыхает, просто каждый орган работает активно 2 часа, а потом он эстафету передает другому органу, потому что вот так устроен у нас организм. Вот в это время, когда он работает активно, его можно лечить, гармонизировать, тоже молитву в это время читать, горчицу съесть в это время, чтобы вылечить сердце, например. Или намазаться кремом моим в то время, когда работает сердце, тем самым вы в это время будете лечить сердце. Если вы попозже, например, намажетесь кремом, когда работает печень, после 23 часов, то вы будете лечить печень. Все вообще гораздо проще. Так что сердце у нас никогда не отдыхает, просто в это время оно активно работает, и в это время его можно оздоравливать. Реплика такая интересная от Олега пришла. А у меня собаки веганы, год уже отлично себя чувствуют. Так что у кого-то проблему мужа перевести на вегетарианство, а тут хозяин двух собак, видимо, или трех перевел на веганство полное. Далее. Кристина Прокопова, реплика в эфир. Марина, благодарю. Очень интересная тема сегодняшнего эфира. Может, вы поможете посоветовать какие-то книги, статьи, труды к самостоятельному изучению, чтобы проникнуться более глубинно, сердечно благодарю? Даже я не знаю, как подсказать, потому что тут собрано много и всего, но сейчас столько всего, что, я думаю, все можно посмотреть. Я даже не знаю, что подсказать. На самом деле. Потому что 15 лет это все изучая и смотря, смотря, что вы хотите. Если вы... Ну, ближе, конечно, все это восточная философия. Почитайте восточную философию. Посмотрите восточную медицину, строение организма. Почитайте все это есть в открытом доступе везде. Вот это работает. А так я все это накапливала столько... 15 лет моего труда. Так что все собрано, все вместе. Не подскажу, Кристина, что именно вам конкретно надо почитать. Если что-то интересно, то можно на моем сайте какие-то статьи тоже есть почитать и посмотреть. Да, я думаю, самый правильный вариант – это обращаться именно к автору с тем, чтобы прочитать, а не просто спрашивать у автора, подскажите, какими-то другие книги. Вот надо на сайт войти и почитать, посмотреть. Если уж методика автора заинтересовала, почему бы вот и не воспользоваться этим советом. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Как управлять женской упрямостью? Как управлять своим гневом на женщину? Такой серьезный вопрос. Я уже сегодня об этом озвучила. Гнев сменить на любовь, а упрямость, наверное, на терпение как-то. Наоборот, поменять свое поведение. Гнев, преобладание гнева – это говорит о том, что у вас активно работает печень. Гнев – это печень. Упрямость женщины может быть из принципа, что не уступлю. Знаете, вот так бывает. Поменять поведение свое наоборот. Кому нужен этот гнев и упрямство на самом деле? Когда два человека живут вместе, нужно любить друг друга, а не гневаться. Я не знаю, не понимаю. Если честно, надо любить друг друга, попробовать наоборот. Гнев сменить на него. Кристина любит. Хороший совет. Далее. Кристина Прокопова. Ей надо сегодня приз выдать за активность в нашем эфире. Реплика в эфир. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать в домашних условиях инфуз? Какие масла больше подходят до 25 лет в целях очищения и увлажнения кожи? И подскажите, масла разглаживающие против морщи для взрослой кожи 44+. Я не косметолог, я вам не подскажу. Я больше эзотерик, прицелитель. Какие масла подходят к очищению и увлажнению кожи? Ну, это уже косметолог. Это не точно ни ко мне вопрос. Не подскажу, Кристина. Не подскажу. Я практически не пользуюсь косметикой, потому что я люблю себя любая, какая я есть. К зеркалу подхожу и аж радуюсь. Идем дальше. Белый волк. Вопрос. Если мы сущности выбираем себе, город, родителей, судьбу, как говорит сказительница, то как же, по мнению сказительницы, мнение о том, что сущности приходят в свой род для умножения рода? Как тогда можно выгнать ребенка в мир? Ведь это сущность из собственного рода, и значит, все, что он делает, для и ради рода. Что такое, как тогда ребенка можно выгнать в мир? Это что? Ну, видимо, было произнесено, что вот дети с 15 лет начали сами зарабатывать, все квартиры, машины и прочее там перечислялось. И вот они сами начали это все делать. Вот, скорее всего, он воспринял это как пинок под зад, пошел вон и там на помойку, и сам существуй. Нет, это не на помойку, во-первых, это делает ребенка, человека сильнее, это не на помойке, а то, что мы это делаем, мы делаем из любви к нему, это ему надо. Нет, это как выгнать? Ну, не выгнали, а просто помогаем адаптироваться в этом мире. Вот и все. А как этих детей тогда до своей пенсии, до ихней пенсии на себе тащить? Как вот? Я не знаю. Вообще, этот принцип очень хорошо проявлен в природе, я его называю принцип птицы. До тех пор, пока птенец не может самостоятельно прокормиться, его родители обязаны кормить. Как только он оперился, как только у него все органы работают правильно, крылья стали сильными, все, кормить перестают, какое-то время еще чуть-чуть помогают, дают опыта, чтобы он там летал вместе, показывают, где какие места для корма, кого брать, кого не брать, куда лезть, куда не лезть, а потом все, его подальше, подальше, сам гнездуйся, вот в стороночке там, давай, организуй свою семью. Вот такой же принцип у человека должен быть. А если на себе тащить до старости, ну, так он на вашем гробу и до могилы доедет. Идем дальше. Руссиедический вопрос в эфир. А от семечек вес набирается? Нет, от семечек вес не набирается. Семечки очень полезны для желудка, суставов и для печени. Семечки очень полезны. А кто кушает и на здоровье? А какие семечки, жареные или сырые? Жареные, жареные, какие хотите. Можно любые, тытвенные, жареные, какие вам нравятся. Семечки полезны для печени и для желудка. Как вы, в каком виде будете употреблять, только вам, как нравится. Понятно. Белый волк, реплика в эфир. Я отказался от мяса, полет нормальный, энергии хватает и даже более чем. И даже крестик на шею с вином не нужен. Такая реплика. Ну, то есть человек все радостно, все хорошо, за него можно порадоваться. Замечательно. А кому-то ведь не хватает, поэтому очень хорошо, что у вас так. Да, идем дальше. Ну, тогда последний вопрос уже зачитаю. Белый волк. А молитву кому отсылать, по мнению сказительницы, если можно, конечно, об этом узнать? Как это молитву кому отсылать? Молитва идет в пространство. А кому вы посвящаете молитву? Молитву можно посвятить детям. Молитву можно посвятить усопшим своим. Молитву можно посвятить роду. Целенаправленно можно направить молитву, куда вы хотите. Если вы хотите ее благодарность Богу, то вы посылаете наверх Богу. Если вы еще раз детям, то детям кому хотите. Ясно. Ну что ж, будем подводить итог нашей встречи. У нас в заключении принято что-то нашим слушателям и зрителям говорить доброе, вечное, исходя из темы сегодняшнего нашего эфира. Что можно им в конце сказать, порекомендовать, пожелать? Попробую я прочитать свое стихотворение, которое я написала в трудные для себя годы. «Стоят леса. Кто создал вас? Кто создал этот мир? Что лучшее для нас? Бери и пользуйся. Живи и радуйся. Нас пригласили на огромный пир. Путевка в жизнь для каждого дана. Куда свернешь, ты все зависит от тебя. Но правильно дорога лишь одна. Кто может подсказать? Куда? И как свою тропинку жизни обрести, чтобы уверенно идти пойми всегда? Подсказки мира принимай, и жизнь твоя наладится тогда. «Тоска, печаль уйдут, а радость счастья обретешь на все годы». Желаю каждому гармонию свою найти, идти легко и счастливо в своем пути. Прекрасно, прекрасно. Вот так бы я хотела дожелать каждому человеку найти гармонию внутри себя, когда у тебя гармония внутри. Вот все наши проблемы, все это внутри нас. Мы не можем выйти замуж внутри нас. Мы не можем найти работу внутри нас. У нас нет денег внутри нас. Мы не можем адаптироваться в жизни, опять же, внутри нас. Когда мы наведем порядок в своей маленькой вселенной, жизнь наша меняет. Благодарю за интересную беседу в нашем живом эфире. Напоминаю, что сегодня по одному из старинных календарей 19-й день месяца в Югсту же 7526 лет Седмица, по одному из современных 8 февраля 2018 года четверг «Системы здоровья, гармонизация энергии». Таков был наш сегодняшний эфир, посвященный теме. Сказительница Марина Ивановна Бутынская, отеснованный свидетель России, номеролог и автор патента на изобретение лечебной косметики «Сердолик» плюс «Яшма». На 7 я с вами желаю попрощаться. Низкий поклон вам всем за участие в нашем сегодняшнем эфире вопросами и репликами. От себя только замечу, если вы хотите жить в здоровье по естеству, то следите за тем естеством, которое присутствует в природе. И вот если там про семечки был вопрос, я лично свое мнение могу высказать. Если в природе вы видите, что кто-то ест жареные семечки, то, наверное, стоит есть жареные семечки. Но если вдруг вы видите, что в природе зажаренные семечки нигде не достать, то, наверное, стоит больше упираться на живые семечки. Вот на этом позитивном я с вами расстаюсь. Желаю всем добра. С вами была Народная Славянская Радио. Марина Ивановна Бутынская, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная Славянская Радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова